Кому на Руси жить хорошо, не понаслышке знает строитель из Камышина. Иван Ширяев уже три года путешествует по России автостопом. Мужчина уже посетил 211 городов страны. Осталось еще 902. Свердловская область ему запомнится надолго. Почему, расскажет Анжела Брик. Я обычно выхожу на трассу за городом и ловлю попутку характерным для автостопщика жестом. Его без слов понимают все автомобилисты. В ответ делают широкий жест. Подвозят бесплатно. Ну или за интересную историю. Их у Ивана много. Ведь автостопом по России путешественник колесит третий год. Хочет посетить все 1113 городов страны. Пока на счету путешественника из Камышина Волгоградской области 211 пунктов на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Сейчас на очереди Средний Урал. Иван уже знает в лицо 42 свердловских города из 47. В каждом городе я ставлю в свой блокнот печать, что я там был. Любовь к путешествиям у Ивана в крови. Его мама учитель географии. Поэтому он, не раздумывая, отправился странствовать на попутках от Кореи до Карелии. Люди в России, отмечает автостопщик, очень гостеприимные. Поэтому продуктовые запасы в рюкзаке зачастую остаются нетронутыми. Путешественнику не приходится тратиться и на ночлег. Обычно в городах Иван всегда останавливается в пожарных депо. Протоптать эту дорожку помог случай. Несчастный. В Магаданской области два года назад мне потребовалась самому помощь спасателей. И благодаря той ситуации, когда я чуть не утонул в горной речке, я внутри пожарной части побывал впервые. И увидел, что там-то, оказывается, есть кровати, там есть душ, там есть кухня. И очень радушные гостеприимные сотрудники. Куртку сотрудника МЧС Ивану подарили в честь юбилея в 50-й по счету пожарной части. А всего он побывал в 210-ти. Кроме депо, в каждом городе камышинский турист посещает достопримечательности и музеи. Чтобы заработать на входной билет, иногда приходится подрабатывать. Я отделочник, строитель. Порой в дороге останавливаюсь, чтобы подзаработать. И вот этих средств мне хватает на путешествия. А в среднем уходит 100-150 рублей на день. И это не столько даже на продукты, на питание, сколько на посещение музеев. Уже завтра Иванна Перекладных отправится в Пермский край. Ну а потом станет держать путь на российский юг, в Крым. Ведь зима не за горами. Анжела Брик, Влад Клупаев. Новости 41-го канала.